У нас сегодня дорогой гость к нам приехал, представитель авторского коллектива «Внутренний предиктор СССР», я думаю, всем вам известный, Владимир Михайлович Зазнобин. Поприветствуем давайте его. Давно мы хотели его пригласить, получилось и у нас его пригласить, он приехал, за это ему большое спасибо. Вот, сейчас он сделает такой вот доклад, выступление на тему «Матрично-эгрегиальная война, Третья мировая война». В общем, смотрите, если будут какие-то у вас вопросики, если есть с собой ручка, бумажка, передавайте вперед, здесь мы их будем складывать. Основные вопросы уже не касаемые по теме, будет сначала выступление Владимира Михайловича, потом сделаем перерыв, и уже вопрос-ответ будет потом. Так, все, договорились, все тогда, Владимир Михайлович. Еще маленькая просьба, я извиняюсь, если кто-то себя плохо чувствует, простите воду рядышком у соседей, а если плохо, еще раз, выходим, обращаемся в медпункт, то есть не ждем, пока вы грохнете с лавочки. Здесь достаточно тепло, потому обращаем внимание на свое состояние. Ну, во-первых, я хочу поздороваться с вами, со всеми, поблагодарить Андрея. Да, действительно, по-моему, два или три раза приглашал, но как-то не случалось. А так я за время, вот, по крайней мере, с 2008 года объездил фактически, ну, все страны СНГЛ. Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Украина, Азербайджан. Вот, в Беларуси я был 15 лет назад, в 99-м году. Очень хорошее место вижу, великолепный сосновый бор, здоровые, молодые, жизнерадостные лица, очень приятно это видеть. Я последний раз под Москвой был в Серпухове на слете. Ну, а теперь к делу. О чем же я хотел сегодня рассказать? Вот я летел, с Андреем мы договаривались думать, думал, а как до вас донести достаточно сложную информацию? Матрично-эгрегориальные войны, такое я заявление сделал, это часть вообще матрично-эгрегориального управления. Ну, все, наверное, видели фильм «Матрица», я со многими людьми на этих темах беседовал. У нас много записок, наверное, кто-то из вас читал, небольшая книжка была «Матрица, матрица, рознь». Это после фильма «Матрица». Хотя немногие знают, что фильм «Матрица» появился как некий ответ нам на наш выпад в сторону ЦРУ. В 1998 году у нас было все информации 65 мегабайт, и мы сгрузили, как по-русски говорят, «иду на вы» офицеру ЦРУ. ЦРУ, она женщина, занималась Россией, Фиона Хилл. Ну, и сами мы думали, и меня спрашивали, ответ-то будет? Я говорю, будет, но вряд ли в письменной форме. Когда появился фильм «Матрица», я сказал, вот это и ответ. Поэтому о «Матрицах» написано много. Наиболее подробно о «Матрице» написано в книжке «Последний гамбит». Понимите руки, кто читал ее. О, круто! Книжка тяжелая. Она переведена на английский язык. И в 2008 году в Брюсселе собрали представителей всех посольств Евросоюза, там порядка 23 стран, и я делал презентацию. Это было в декабре 2008 года. Там был Евросоюз и были посольства Соединенных Штатов. Организовывал это непростое мероприятие один наш товарищ, который был представителем при НАТО. Там был Рогозин, он изглавлял, и миссия небольшая была. Фактически в этой книге, я теперь спокойнее говорю, раз вы читали, там же в «Матрице» показаны в виде рисунков. Помните? Исторический пикник, оборонный пикник. И самое интересное – это постисторический пикник. Но для тех, кто первый раз, вот, и слышит меня, может быть, первый раз и не читал, я понимаю, что есть такие. Для лучшего понимания вспомните игру настольную, которую играли в детском саду. Это раскладушка такая картонная, на ней нарисованы всякие пути, ходы, старт, финиш, фишки, и кубик подбрасывается. И где-то перекосекается. Вот это и есть такой наиболее понятный аналог «Матрицы». Понятно так? Но мы живем в информационное время. Естественно, информация играет огромную роль. Вот в процессе подготовки, встречи с вами, мы попытались понять и разобраться, а что, собственно, управляет матрицами, или как можно управлять матрицами. Потому что вообще задача научить нашу молодежь, новое поколение, ну, стать самыми крутыми воинами, которые могли бы управлять матрицами. Поэтому я вначале немножко скажу о том, что принято называть образовательные стандарты. Вот многие из вас думают, что вот чиновники одни хорошие, другие чиновники плохие, ерунда. Вот какая... О, отлично появилась схемка. Вот какая система образования, такой мы имеем управленческий корпус. Вот посмотрите на эту схему. Это указочки, да? Да, это микрофон. Микрофон, да. Еще один микрофон. Вот посмотрите на эту схему. Вы видите, что от системы образования, она связана непосредственно с управлением. Какая наука, такая система образования. И вся проблема сейчас в адекватности, то есть в соответствии есть объект управления, общество есть субъект управления. Вот необходимо, чтобы система управления соответствовала объекту управления. Вы, наверное, слышали такое выражение. Каждый народ достоин того правительства, которое оно имеет. Это вот в соответствии с системой управления, объект управления. А система управления выстраивается на основе науки. А что такое наука? Теперь вы все слышали о концепции. И слышали, что культура вторична по отношению к концепции. А наука часть культуры. И в зависимости от того, какая культура, такая наука. Вот мы живем в библейской культуре, поэтому и наука у нас в библейской. А теперь о том, о чем говорить не принято. Вот если общество однородно, в нравственно-этическом отношении, тогда все просто. Всякое знание доступно всем, и кадровый корпус черпается из всего общества. Но у нас общество толпы элитарные. Что это значит? А это значит, что толпа – это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Либо вождя, либо некого священного писания, либо предания, которое может быть как угодно изолвано. Вот чтобы толпа стала народом, необходимо внести методологию, а лучше дать управленческую грамотность. Вот древо познания. Включите. Следующую картиночку. Вот есть такое понятие древо познания. Вот вы видите. Почва, корни, ствол, ветви, листья, плоды. Это метафора. Почва – это всё, что наработано обществом за время своего существования. Это памятники письменной культуры, имеется в виду и живопись, и архитектура. Всё, всё, всё. Ствол, да, корни – это методология. Методология для чего нужна? Для того, чтобы создавать новые знания. Овладев всем прошлым знанием, общество развивается, и таким образом люди, владеющие методологией, они фактически создают новые знания, что выражается как некий научно-технический прогресс. Термин не очень. Ствол – это так называемая достаточно общая теория управления в смысле универсальности. Это вообще-то абстракция, но благодаря этой абстракции, как мы убедились, можно входить в любую новую даже отрасль знания. Мы проверили это при чтении курса достаточно общей теории управления. Собственно, авторский коллектив с этого и начал. Была сформирована достаточно общая теория управления, в которой есть новый понятийный аппарат. В каждой концепции есть свой понятийный аппарат. И в Библии есть свой понятийный аппарат. И мы начали с того, чтобы создать некий альтернативный Библии понятийный аппарат. Почему? А мы поставили цель переписать глобальный исторический процесс. Вы же знаете, что есть история Германии, Франции, Китая, Японии, России, но нигде не описана глобальная история. То есть это каждый, изучая историю разных стран, должен получить представление о неком глобальном историческом процессе. Но мы не нашли ни одной диссертации, ни одной работы по исследованию, как развивается глобальный исторический процесс. Это только на картах разделено, потом границы стоят, а мир единый, целостен, и всё в нём причинно-следственным условиям. Поэтому на изучение глобального исторического процесса было наложено некое табу. Вообще в Библии много закрытых тем. Вот для того, чтобы заново писать глобальный исторический процесс, я говорю, видите, заново, а его нет описано. То есть мы взялись, это сделалось вот в так называемой мёртвой воде. Это концепция общественной безопасности, которая была создана ещё во времена, когда был Советский Союз и получил название. Потом, когда мы приняли решение сдать, и нам помогли с деньгами, то от нас потребовали название. Вот когда она создавалась, то у неё было название очень такое необычное. «Как вам реорганизовать Бнайбрид?» Те, кто когда-то занимался ленинской философией, там была работа. «Как вам реорганизовать Рабкрин?» Вот мы, Бнайбрид, это масонская ложа в Нью-Йорке, и мы подходили к этому. Вот как переформатировать управление, потому что считается, что они в какой-то мере занимаются глобальным управлением. Но когда подошёл момент в типографии, ещё не было интернета, не было компьютеров, там набор был, там не мы типографские набирали, а от нас потребовали дать какое-то название. Вот мы назвали «Мёртвая вода». А почему такое название? Тогда уже писалась работа по второму смысловому ряду Руслана Дунила. Наверное, все вы читали, там есть жрец Финн, кстати, Финн – это по-фински жрец, который, когда Фарлав зарубил мечом Руслана, он пришёл с двумя кувшинами – мёртвой и живой воды. Полил вначале мёртвой водой, все раны срослись, а потом живой водой, и труп оживился. Вот у нас всё время, уже сколько лет прошло, больше 20 лет, а когда будет живая вода? Мы говорим «Написанное слово мёртвое». Живая вода – это непосредственное общение. Сейчас мы с вами как раз сидим и занимаемся созданием живой воды. Потому что, ежели сразу полить труп, который не срос ещё, а бывает так, что разрубится всем, то мы получим что? Урода живого. Он будет оживлён, но он будет выглядеть как урод. Внутренний предиктор СССР, такой мы взяли себе наименование, предиктор от слова предсказания, не согласен был, и мы до сих пор не согласны с расчленением и уничтожением величайшей державы, Союз Советских Социалистических Республик. Мы считаем, что некий фарлав, потому что, конечно, было прежде всего предательство наших элит, но поработали и наши внешние оппоненты. Вот расчленил, и мы и дали такое вот метафорическое, символическое название «Мёртвая вода». То есть, вначале надо соединить, а потом оживить державу. Вот по каким бы республикам я ни ездил, с кем бы ни беседовал, последний вопрос помню в Азербайджане, выступал в Академии наук, и там всё выступил, там люди учёные, своя Академия наук. В конце вопросов было много, а потом, говорит, главный вопрос. Когда же восстановлен будет Советский Союз? Ну, мы помним, что сказал Путин по этому поводу. Тот, кто не сожалеет об уничтожении Советского Союза, у того нет сердца. А кто хочет его восстановить в том виде, в каком он был, у того нет головы. Мы с этим тоже согласны. Поэтому процесс восстановления русской цивилизации, он идёт. И все мы так или иначе принимаем посильнее участие в этом. И вот где бы ни было, там Узбекистан, там Таджикистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, люди труда, те, кто трудятся, они делают деньги, все, конечно, потеряли. А вот элиты выиграли. Потому что национальные элиты, они все хотели иметь свой самолёт, кучу посольств. Представляете, в Эстонии там миллион с небольшим населением, там в Таллине места даже нет. Есть посольство, свой персональный самолёт, почётный караул, оркестр. Вот за такими побрякушками национальные элиты пошли, и, конечно, они были за то, чтобы Советский Союз развалился, и теперь они будут всячески этому сопротивляться. И национальные элиты Белоруссии тоже будут сопротивляться. Вот события на Украине очень их напугали. Потом ещё об этом поговорим. Так вот, древо познания. Почва, корни, методология, ствол достаточно, общей теории управления. Научные отрасли, вот это, видите, ну и плоды. А вот граница, вот где воздух заканчивается, начинается, ветвь там, это и есть метрология. Метрология играет особую роль в науке. И все проблемы метрологии с гуманитарными науками. Почему? В естественных науках тоже эта проблема есть, но она более-менее решается принципами. Практика, критерии истины. Там можно поблудить, но не такой степени, как в экономике, в истории, в философии, в психологии. Вот гуманитарные науки, они отсутствие метрологии делают из них что хочу, то и врачу. Наговорит целую кучу, а никакой ответственности не несёт. А вся кадровая база наша, даже вот в спецслужбах, они ведь не в технических вузах, редко будут учиться, они все в гуманитарных вузах, я это знаю очень хорошо. Юриспруденция, которую мы вообще не считаем наукой, а некая разновидность ламудистики. не зря один из юристов сказал, что если будет следующая революция, то она будет против юриста. Почему? Они сейчас всё захватили. Вы шага не сделаете для того, чтобы не обратиться к юристу. И за всем, за всё надо платить. вот в советские времена был фильм под названием «Здравствуй и прощай». Кто-нибудь видел этот фильм? Очень хорошо. Он мне очень понравился. Чем? Я не буду его пересказывать сюжет, но там один обалдуй такой был, шофёр, который в паспорте не имел штампа, что он женат. Ну и всё время показывал всем женщинам «Видите, видите, я свободен». Хотя жил с женщиной, актрисой Натальей Гундривой. И она всё уговаривала свою подругу, героиню фильма, которая выходила замуж за милиционера. Пусть он заставит моего Пашку зарегистрировать брак. Ну показана сцена, играет в волейбол, там все сидят, много девушек и ходит этот вот Пашей всем девушкам судился. Паспорт видите, видите, штампа нет. Ну а актриса, которая играет главную роль, вырвала у неё паспорт, говорит, а мы сейчас это исправим. А ЗАГС, вот он тут рядом. Ну там всё это в шутилой форме, он бежит, чуть не плачет, отдай паспорт, но там действительно из окна высовывается вот ЗАГСа. Женщина, давай, давай, быстрее, сейчас я его оштампую. То есть, что, чего там нет юриста? То есть, народ как бы сам решает, что правильно, что неправильно. Вот теперь, вроде бы, как у нас всё по закону, но жизнь под давлением юристов, она совершенно народом не воспринимается как адекватной. И мы вынуждены были даже написать книжку о юриспруденции, где мы сравнили Конституцию 93-го, Конституцию 73-го, Конституцию 36-го, так называемую, Сталинскую Конституцию. И мы в этой книге показали, что это самая демократичная Конституция за всё время существования СССР и демократической России. Ни в какое сравнение с Конституцией 93-го года. Кто писал Конституции 93-го года? Либералы писали. Итак, если общество однородное, проблем нет. Если общество толполитарное, то вот в этом древе познания появляется эзотерическая составляющая и экзотерическая. Что это значит? Эзотерики, они считают, что их задача управлять, ну, это только, ну, перевести на русский, это посвященное в нечто, в некое какое-то особое знание. и вот посвященное в это знание, они охраняют некие тайны. Понятно, да? А эзотерик это для всех. Вот у нас есть наука для всех, есть наука для эзотерика. А что там лежит в фундаменте эзотерической, экзотерической науки? Есть такое понятие предельно обобщающие понятия. Предельно обобщающие понятия. Их два вида. Для экзотериков, то есть для толпы, так если будем там говорить, которые воспринимаются, ну, мы считаем, после гибели Атлантиды это началось. Какие это понятия? материя или вещество, энергия или дух, пространство и время? Четыре. А для себя эзотерики оставили материю, информацию и меру. Вот если мы, я читаю курсы, трачу, я вам просто кратко сейчас говорю, я трачу на это, ну, по крайней мере, две лекции. Дайте следующую картинку. Вот мы в интернете нашли такую картинку, очень необычную. Видите? Вроде бы есть и почва, есть и корни, но корни представляют собой некую светящуюся паутину, да? Если внимательно к ней посмотреть, то написано А-Мон или А-Мон. Была в Российской империи книжка такая для начального чтения водовоза, где говорилось, что всем миром управляет вот некий бог А-Мон, который распадается на четыре бога. Бог вещества нет, дух, бог духа неф, бог пространства пашт, и бог времени сибек, и все они вот образуют этот А-Мон. Это вот предельное обобщающее понятие для экзотериков. и если вы обратитесь в любую Академию наук, а мне приходилось по роду своей деятельности иметь дело с очень многими академиками, они с этим согласны. Объяснять им бесполезно, что, вот что у меня теперь студенты понимаются, посмотрите, дух, ну, или энергия. Если вы спросите, что такое энергия, вам толком никто не ответит. Говорят, куча всякого. Но энергия вообще-то это некое устойчивое переходное состояние из одного агрегата в состоянии вещества другое. А их всего пять. Вакуум это первичное состояние вещества. Во Вселенной никакой пустоты нет. Вакуум, дальше плазма и поля всевозможные, дальше газообразные, жидко и твердые. Вот пока обществу известны это. И они переходят один в другое. Все из вакуума выходит и в вакуум возвращается. И звезды, и планеты. Но если с этих позиций подойти, то получается, что материя или вещество это вернее энергия это тоже вещество, только в неком устойчивом переходном состоянии, вот я назвал, из одного агрегатного состояния вещества в другое. А что такое пространство и что такое время? Попробуйте задать вопрос тоже ученым. Они опять говорят кучу глупостей, но про пространство скажут, вот например, что можно сказать о пространстве этой палатки? вам скажут, а я померю высоту, длину, ширину, как-то вот это пирамидальное, вот это будет пространство. А, начали померить? Да. То есть мера первична по отношению пространства. И со временем тоже попробуйте задать кому-нибудь вопрос, что такое время. Вам что академик физических наук, астрономических или там духовных каких-нибудь наговорят целую кучу всякого ерунды, но ничего о времени не скажут. Поэтому получается, если говорить о времени, то вы же знаете, что во Вселенной нет статики. Вселенная это некие колебательные процессы. И процесс любой сам себя не может. Время возникает в результате соотношения здесь неких колебательных процессов. Это субъективные понятия, а не предельно обобщающие понятия. Вспомните детский фильм, где удав пытался сам себя померить. Мультик. Он не смог тогда, что он сделал. Он взял попугая и померил себя. Казалось 33 попугая и 1 попугайная крылышка. Вот так и со временем, если вместо удава взять один колебательный процесс, например, астрономический, частота вращения Земли вокруг оси, частота вращения Земли вокруг Солнца, и соотнести и соотнести с другим колебательным процессом, например, частотой смены поколения, вы получите время. Ведь вас не вызывает никакого отторжения, например, когда мы говорим, время астрономическое, верно? Историческое время, социальное время, физическое время, биологическое время, а почему это? Получается, времен много, просто некий процесс, биологический, например, частота смены поколения, выбирается в качестве эталонного. А что такое историческое время? Ведь вот сейчас у нас как бы в мире один календарь библейский, но это исчисление в Китае свое было, в исламском мире свое, в японском свое, в России свое, это сейчас все свели к одному, но все равно в Китае существует свой календарь и не Новый год, у них встречают в Китае, во Вьетнаме, они его празднуют даже больше, чем мы, так называемый лунный Новый год, где-то там в конце января, в начале февраля, он у них такой плавающий. Поэтому времен вроде как получается много. Это говорит о том, что время это субъективное понятие. И теперь что в итоге, а в итоге мир плоский. Мы имеем материю, имеем меру, а информация куда-то исчезла. Она оказалась под запретом. То есть для себя эзотерики сохранили триединство материи информации и меры. и когда я студентам своим задаю вопрос, ну ладно, вот четыре предельных, они все соглашаются с этим, обобщающих понятия. А вот как вы какую-то вещь, например, выразите через эти предельные, они не могут сказать. Ну, вещество, да, материя, это все вещественные. А как, где здесь энергия? Где здесь пространство? Они начинают мир. Ага, мера первична получается? А где здесь время? Они пытаются что-то... А вот с точки зрения материи информации мира все понятно. Да, каждый предмет материален. У него есть информационные характеристики. Это и цвет, это и размеры, и есть мера, то есть это мера не только высота, диаметра, это и внутренняя упорядоченность вот этой вещи на молекулярном, атомном и даже... То есть это мера этой упорядоченности. Вот тогда все встает на место. Но из этого очень большие далеко идущие выводы. мир подошел к своему критическому переосмыслению всего, что есть. Вот западная культура создала техносферу. Вот видите, все эти игрушки, интернет, это все это создано западом. Это создано на основе предельно обобщающих понятий четырех членов. так. Кстати, первый, кто об этом у нас по крайней мере заявил, но в таком метафорическом плане, это Пушкин. Считайте домик в Коломне, там первая же октава говорит прямо об этом. Но Пушкин представитель поэтического цеха, у него своя терминология, смотрите, как он говорит. Четырехстопный ямб мне надоел. Им пишет всякий, мальчикам забаву пора его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. Октава это восьмерочка. Если вы повернете на 99 градусов, это будет обозначение бесконечности. Вот первой половины этой октавы, он говорит о том, что предельно обобщающие понятия экзотерические себя изжили. А я уже вышел с детского возраста. И дальше пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. Как собственно вот все создается. Ну я когда об этом рассказываю, я обращаюсь к своему личному опыту общения с Айбабой в Индию в 2000 году, потому что для меня это было очень важно увидеть самому. Ну некоторые, кто меня пригласили, они считали, что он там бог, я не считал, что он бог, мне давали книжки, написанные с Айбабой, но я всегда говорил вообще такие вещи нельзя оценить по написанию. Мне нужно лично с ним поговорить, вот когда я с ним встречу, посмотрю ему глаза, тогда мне все станет ясно, и я смогу сказать что-либо определенное. Почему? Глаза в зеркало души. Человек умеет лгать языком, он не умеет лгать глазами, проверит. Ну и вот когда мы прибыли, нас было трое, там еще по-моему семь, восемь человек жили полгода, они все хотели попасть на прием к этому Саи Бабе, ну кто читал последний гамбит, не буду пересказывать, это очень долгая и занудная процедура, ну я пообещал своим спутиком, что мы попадем сразу, мы действительно попали, ну и там задача была, чтобы он нас пригласил, а он далеко не видит, хотя там пятьдесят может рядов, вот там десять тысяч собирается, поэтому надо было поймать его взгляд, почему глаза, зеркало, души, душа с душой говорит, я с вами спутиком говорю, вы отрешитесь от этого, что он Бог, потому что сейчас будет мощнейшая такая процедура, где очень трудно было, вот когда попадаешь в огромное количество людей, то там свой эгрегор, это эгрегор саи бобы, надо уметь выйти из него, а как выйти, ну надо представить, вот как я себе представил, человек 65 лет занимается такой нудной процедурой, изображает из себя Бога, у него нет ни семьи, ни детей, он очень одинокий, он устал от этого почитания, когда к нему там все на коленях падают, и от него ждут чудо, вот, это же очень трудно передать, вот, то, что я испытывал тогда, но постарайтесь понять, и я своим спутиком сказал, вот, сейчас свет зажжется, птицы запоют, все это, а вы представьте, что вы пожалеете его, что ему хочется поговорить просто с простыми людьми, поэтому мы должны выделиться на фоне вот этой толпы, как глазами, если это получится, мне удастся схватить во взгляд хотя бы на долю секунды, все, он нас пригласил, ну, вот он высокого роста, дальше пониже меня, очень худенький, в оранжевом хитоне, такая шапка негродных волос, ему тогда было 75 лет, вот он в моем возрасте, ну, такое причинение, что он, то ли силы у него нет, ну, когда все из него сосут, все энергии, он идет так, так поверх, очень трудно уловить его взгляд, я думаю, ну, не получится, но, на какую-то долю, цеп, я схватил его взгляд, а это мгновение, он пошел дальше, ну, мой, Владимир Михайлович, вы же обещали, а там сидят слуги такие, сразу, keep silent, то есть, по-английски, молчать, но, есть уж взгляд, вспотел, кто из вас видел фильм про, где Марина Влади, как она там вела-вела своего этого, сделала, подумала, что он споткнулся, он споткнулся, ну, так и я его веду-веду-веду, раз, говорю ему, стоп, он потоптался на месте, развернулся, идет, подходит к нам, издает вопрос, you are Russia, то есть, вы из России, и, но, дальше вопрос смешной, how much, то есть, он хотел спросить, сколько вас, а там вот, каждая делегация, от каждой страны, косыночки, такой покупает, ну, eleven, я понял, что, go, то есть, идите, так мы получили аудиенцию, ну, вот, я наблюдал, он там, одной женщине, кольцо сделал, бриллиантом, другое, там, цепочку на шею, ну, мне более-менее стало понятно, то есть, я понимал, как это делать, но я не владею, такой методовой, поэтому, когда мы вышли, я говорю, ну, что, все теперь понятно, я больше в этом деле не участвую, но двое пошли на другой день, а почему, а второй, это вот, вы знаете, Виктор Алексеевич Ефимов, он все, задавал ему вопросы там, по Курску, кто утопил, он на все вопросы отвечал, tomorrow, то есть, завтра, without woman, без женщин, а там было шесть женщин, двое мужчин, до нас еще трое, ну, он спросил, а, как нам заново проходить процедуру, нам обещали завтра, ну, слуга, который там, сказал, один тут ждал 12 лет tomorrow, вот, поэтому, если он вас решит пригласить, он вас пригласит, ну, я сова, а не жаворонок, для меня трудно вставать в три утра, пойдете, не, не пойду, если вот, я услышу там, когда вы оум, кричите, колокола, зазвонят, ну, может, я и приду, вот, Виктор Алексеевич стучится в дверь, уже и оум, кричали, и колокола звонили, я говорю, а в какой ряд вы попали? Во второй, ну, ладно, тогда пойду, вот, он пригласил нас второй раз, и, там сцены были, другие, там был диалог на двух уровнях, вот, примечайте за собой, если вы внимательны, вот, вы ведете с кем-то беседу, понимаете вы это или нет, то есть, вы произносите некие слова, вам отвечают, а второй уровень беседы идет глазами, на уровне глаз, вот этой грегориальной составляющей, грегор может вмешаться, и вы с кем-то говорите, думаете, что он такой тупой, что он меня не слышит, что ли, а у нас есть одна работа, где показано, как с одной стороны грегора, с другой стороны, и вот такая каша получается, что поскольку понятие, это код, слово, лексика, и образ, картинка, это не образ, и не слово, а вот вместе, вот тогда появляется понятие, если вы с кем-то разговариваете, или что-то хотите донести, то вы же не просто с человеком говорите, вы говорите с человеком, у которого есть определенная система стереотипов, которая выросла благодаря тому, она у него вернее сформировалась, потому что он рос в определенной культуре, культура формирует систему стереотипов, и вы разговариваете не столько с его личностью, вы обязательно ведете диалог вот с этой системой стереотипов, отсюда Кольма-Прутков и такое изречение, многие вещи нам непонятны, не потому что наши понятия слабы, а потому что все вещи не входят в круг наших понятий, поэтому когда Андрей меня приглашал, я спросил, а что за аудитория будет, то есть либо люди первый раз, они вообще понятия об этом не имеют, и тогда, ну, мне придется трудновато, ну, либо хоть имеют какое-то представление, информация сгружается не в пустоту, а в определенную систему стереотипов, и эту систему стереотипов формируется в человеке по мере растет, живет он 3 года, 5, 10, 20 или 50, вот эта система стереотипов формируется, и пересмотреть ее, понять, какие стереотипы, это вот представьте, как у вас здесь ящички, и там что-то наложено, карточки или какие-то, некоторые карточки давно устарели, их выбросить надо, но заглянуть в свое бессознательное, это очень непросто, это самое тяжелое, сейчас вот общество на таком этапе, когда предстоит провести такую работу, так вот, система образовательных стандартов в ближайшее время будет претерпевать колоссальные изменения, но это не только предельно обобщающие понятия, вот выступаю в Брюсселе и других странах, я говорю, кризис сейчас, это можно проверить по любым университетам, вот 5 дисциплин, философия, история, психология, экономика и социология, а почему? Это гуманитарная дисциплина, там нет метрологии, а рикошетом это перепадает и на естественные науки, поэтому физике тоже кризис, вот то, что делают эзотерики, людям, которые относят себя без понимания к эзотерической культуре, ну это кажется магия, фокусничество, хотя с точки зрения эзотериков, которые этим занимаются, это просто другая физика, и главную роль здесь играет фактор воли, то есть если человек, что такое воля? Это способность подчинять течение событий и самого себя, чтобы действовать в интересах той целесообразности, которую человек понимает. Говорится, у человека воля, у животного побудка, побуждение. Я не буду сегодня говорить о типострой психики, но это очень важно понимать. и не зря есть пословица у человека воля, а у животного побудка, побуждение. То есть животное действует по инстинктам побуждения, поэтому животный тип строя психики это в основном инстинктивные позывы. И человек может быть и академиком, очень умным, и может животным типом строя психики. То есть он будет подчинять интеллекту, все свои возможности вот для того, чтобы свои инстинктивные позывы удовлетворить. Ну, человек это прежде всего тот, который живет под диктатурой совести. А это очень нетрудно. Это очень трудно. Быть человеком на нашей планете Земля очень и очень трудно. Это тот, кто понимает различия между верой в Бога и верой в Богу. Путь промысла его многим неведом потому, что вера есть в Него, но веры нет Ему. И доказательства своего бытия Бог дает каждому отдельно на языке его жизненных обстоятельств. и Бог отвечает на просьбы и молитвы. И Он ко всем обращается, но не все слышат. Поэтому всякое знание только приданное к определенному типу стройпсихики. Не буду сейчас называть это животное, зомби, демоны. Демоны тоже обладают волей. Но демон это тот, кто что хочу, то и ворочу. Те, кто из вас помнит молодость, в школе, там, начиная с восьмого, девятого класса, у разных по-разному, в институте на первом курсе, обязательно, в группе есть один, а то и два демона. Они отличаются пофигизмом, все плохо, все не так, и вот что хочу, то и ворочу. Все это выглядит, как они хотят произвести впечатление на своих сверстников и тем самым взять их под свой контроль. Итак, вот это параэзотеризм экзотеризм сейчас техносфера создана в условиях экзотерической науки. И вне зависимости от культуры, а я побывал во многих странах, там Индия, Китай, там Вьетнаме, все равно все вот этими игрушками пользуются. А вещи говорят на языке их создателей. Если техносфера была бы создана на основе другой физики или магии, как ее называют, то многие проблемы физики, да, кстати, кризис не только в гуманитарных науках, естественно, в физике. Вот скажите, кто из вас толком может сказать, для чего был построен этот андронный коллайдер, на который триллионы долларов потрачен? Что они там ищут? Вот этот Безон Хиггса, который прочитывал какую-то миллионную долю секунды, потратили триллион долларов, а кто проверит? Это отмывочная машина. Хотя там сидят вроде серьезные люди. И есть такая китайская пословица, она очень важна. Если мы не изменим направление своего движения, то мы рискуем отозраться там, куда нас гонят. Вот куда нас гонят Библия, это туннельный сценарий. Чем заканчивается Библия? Апокалипсисом. И задача человечества выйти из этого туннельного сценария апокалиптического. Ну вот вводную часть. Сколько времени я уже говорю? это за 45? Ну для введения достаточно. перейду, поскольку это я как бы вас подготавливал к восприятию матрицы. ну матрицы и эгрегоры и там и там есть материя есть информация есть мера мера это алгоритмика нет людей которые бы не эгрегоры были но по матрице помните фильма люди это батарейки которые питаются вот это наша психическая энергия которые подпитывают я бы мог вам рассказать очень длинную историю которая легла в основу последнего гамбита когда я общался с руководством КГБ и впервые сказал про матрицы в общем-то мы их предупредили и пикники эти показывали потому что это пикники это ну матрицы вот на бумаге это кто-то поймал и в кудорожной форме выразил в виде исторического пикника потом оборонного и после исторического и произошло то что произошло в августе девяносто первого потом в октябре девяносто третьего а после исторический поскольку первых два мы расшифровали как бы показали а третий нет и по сути конечно вот разрушение двух этих зданий это не дело арабских террористов это все ерунда это сделали очень большие профессионалы но есть формула каждой меру своего понимания работать на себя а меру непонимания на того кто понимает больше кто из вас смотрел после исторических пикник тот видит там в правом углу две башни на них летят птички и указано время восход и заход в солнце вот мы не могли посчитать мы посчитали что это в принципе вот восход и заход в солнце 20 января но мы не догадались просто 20 0 1 получается суммарно 2001 год а это было указание когда это произойдет вот какие бы крутые эзотеристы не были которые готовили а ведь было в 93 году кто там нас Рудской говорил давайте поднимайте бомбить кремль ну и попытки много раз такие были но вот эту матрицу по формуле каждой мере свое понимание меру свое понимание работал на себя а меру непонимания того кто понимает больше фактически мы не до конца это осознавали но мы завернули автором это вот элементы матричного управления этому надо учиться ну какая сейчас матрица их несколько действует когда боинг 777 рухнул хотя вот все чем дальше мы изучаем это получается что это не боинг это был скорее всего американский военный грузовой самолет который взял позывные 777 боинга вот он был загружен трупами и нашинкованными частями боинга какого-то другого который попал в аварийную ситуацию во время посадки на аэродроме в Лондоне почему так разбросано из люка выбрасывали у каждой концепции есть ну свои матрицы есть обязательно некая числовая мера вот у библейской концепции и ее матрицы числовая мера семерка посмотрите когда произошло 17 июля так 17 июля 2014 года но матрица находится в неком противостоянии а что противостоит этой матрице для этого надо посмотреть на 17 июля какие события происходили в разные годы ну например 17 июля 42 года началась Сталинградская битва которая закончилась успешным разгромом немецких войск армии Павлес 17 июля 44 года в Москве в Москве была проведена по указанию Сталина операция Большой Бальц что это такое а в июне вот здесь в Белоруссии завершилось окружение самой большой армии фашистской Германии группы центр куда в котел попало более полмиллиона солдат офицеров всякой техники они пытались вырваться почти 400 тысяч были уничтожены и около 160 тысяч попали в плен вот Гитлер не поверил когда ему об этом сообщили но главное как и сейчас западные средства массовой информации тоже не поверили тогда Сталин приказал отобрать из 160 тысяч этих пленных ну наиболее которые ходить умеют многие же были ранены собрать их на стадионе Динамо и на ипподроме по 600 человек их группировали и провели по Москве был тоже очень жаркий июльский день по улице Горького по Крымскому мосту их провели есть фотографии есть снимки вы наберите кто хочет в интернете вы увидите потом за ними прошли поливальные машины вымолили и все еще что произошло подсдамская конференция началась 17 июля 45 года и закончилась вот в день который мы собрали 2 августа то есть вот те кто задумал вот эту операцию с Боингом а это действительно операция спецслужб они вот это не учли но когда мая вот я готовился к выступлению под Москвой тогда Порошенко был избран уже президентом я вспомнил что в Бендерах был похоронен Мазепа первый кто поздравил Порошенко был министр иностранных дел Карл так привет из Полтавы как раз подходила очередная годовщина Полтавской битвы вот когда я был в Молдавии там очень интересный человек который меня пригласил мы так с ним поддерживаем до сих пор отношения он очень продвинутый товарищ смысл интернета я попросил найти портрет Мазепы ну и Порошенко сравнил я увидел почти полное сходство попросил ну-ка подрисуйте ему усы сходство стало да тут есть картинка если найдете покажите о что реально произошло тогда и что сейчас происходит это вот элементы матричных войн Карл имел тогда самую мощную армию в Европе Россия с помощью Петра поднималась задача Карла и Швеции остановить русскую цивилизацию и ее развитие Украина всегда занималась в общем-то предательством такой был Мазепа он был Гетманом то есть главой войска у него был друг Кочубей они собирались у Кочубея и думали как бы освободиться от влияния России то есть то что Гетман Богдан Хмельницкий сделал благое дело мы хотим быть самостоятельным ну и дальше если будете читать Полтаву там есть три части вот первая сама полтавская битва это третья часть а у Кочубея была дочь красавицы ну такая амбициозная и вот Мазепа ну человек хотя не считаю что я постарше буду его вот он влюбился в эту дочь попросил руки Кочубей хоть и друг возмутился ты куда там три раза старше ее я против но она сбежала к Мазепе тогда Кочубей друг Мазепу написал на Мазепу донос но как у всякого чиновника украинского у него были свои люди около Петра они сказали дон из-за дочери это просто ну и Петр сказал да ладно делай что с ним хочешь ну он собрал старшин и те присудили Кочубею смертную казнь отрубить голову Мазепа беседует с дочерью и говорит вот да мы задумали план вырваться из-под власти Петра стать отдельным царством ой я буду царицей да ты будешь царицей вот так ты если станет вопрос ты с кем с отцом или со мной с тобой с тобой конечно ну на утро мама к ней как-то пробралась и сказала отец отвой в темнице завтра казнь но она не поверила отцу отрубили голову а Карл XII собирался двигаться на Москву но когда он узнал что Мазепа готов свое войско дать ему помощь он повернул Полтаву так произошла Полтавская битва где был разбит и Карл и они вместе с Мазепой бежали куда Бендеры Порошенко родился в Бендерах там могила Мазепы папа его Вальцман был известным цеховиком по тем временам это были большое преступление в 1986 году был арестован посажен с конфискацией имущества сын взял фамилию жены и стал не Вальцман а Порошенко но скрыть это все равно невозможно теперь Америка доверившись новому Мазепе вляпалась матрицу Швеции в каком смысле Швеция была самым мощным государством в то время имея ввиду вооруженные силы ни Франции ни Германии ни Швеции кто какая сейчас Швеция обыкновенная страна которая старается держать нейтралитет в любых статах вот такова будет судьба Америки матрица вещь очень непростая тем более они дальше и дальше углубляются еще какая матрица сейчас вот появился второй или третий фильм планета обезьян наверное уже кто-то из вас видел этот фильм приурочен именно к событиям которые происходят в конфликте Россия и Украина там если читать внимательно там есть человекообразные обезьяны и люди причем есть обезьяна Коба есть обезьяна Цезарь если внимательно на пильник смотреть то можно узнать что обезьяны это русские люди русской цивилизации с точки зрения запада мы все обезьяны не только не цивилизованные о которых невозможно и цивилизовать и Коба там показано очень агрессивный обезьян а Цезарь по всем канонам существующим это Путин у него и кличка такая есть фотография скульптуры Цезаря Юлия и Путина действительно сходство очень сильное так вот с точки зрения тех кто делал этот фильм Путин или Цезарь воспитанник людей вот на западе живут люди а в России обезьяны и если вы посмотрите на поведение Путина то он действительно не хочет войны с западом он хочет все решить мирным путем а вот Коба ведет себя агрессивно я не буду пересказывать фильм советую посмотреть вы сами все увидите почему обезьяны сидят на энерги ресурсах а людям нужно ресурс Россия это энергоресурс то есть вот такие метафоры аналогии они не без причин и развязка еще впереди если же судить по Голливуду ведь это кто-то создавал в Голливуде где-то полторы тысячи режиссеров сценаристов а вот заказывает им такие фильмы вот как раз эзотеристы я полагаю одним из заказчиков является Збигнев Бзежинский но вот смотрите как дело обстоит с Бигневом Бзежинским в 11 году один наш товарищ он молодой министр в Пермском крае поехал на стажировку в Соединенные Штаты в Конгресс Американский ну и там он случайно встретился в коридоре в Бзежинске они очень мило беседовали он правильно рассудил Шеневлоб когда Бзежинский размяк он его там похвалил он в лоб его спросил скажите а вы знакомы с концепцией общественной безопасности под названием мертвая вода вот до этого был привет улыбчивый человек как только он сказал лицо из козелы гримаса дэд вата извините я очень занят спешу в России много разных субкультур это какой-то закон понес какую-то ахинею но товарищ понял что он знаком теперь смотрите 16 ноября прошлого года 2013 году я выступал на международном форуме в Пекине где присутствовал запад лица Соединенных Штатов Канады там Великобритания Германия Франция Италия в общем весь запад присутствовал там с Австралии были вот и восток присутствовал там впервые я сделал заявление что Россия не страна открыто это такая же цивилизация как восток и запад объяснил у меня было там два переводчика там были два рабочих языка английский и китайский вот переводчик на английский быстрее переводил где-то первые четыре там пять рядов сидел запад по их выражению лиц потому как они закрутились я понял что а дальше сидел восток я сказал я мог бы зачитать свое выступление а у каждого лежала брошюра китайцы молодцы они перевели мое выступление на китайский и на английский поскольку я говорю у меня время мало вот на 199 странице перевод на китайский а там на 200 странице или какой-то там не помню на английский откройте и прочитайте потому что у меня было 10 минут ну я сказал запад наследник цивилизации Атлантиды которая погибла что Библия является концепцией глобализации но это не по уму бедных евреев она создана неевреями и чем заканчивается сказал про техносферу сказал о том что многие мне жаловались действительно в наших посольствах что русские мало изучают но я не вижу в этом ничего особенного потому что вся техносфера создана западом и вся документация на английском языке но поскольку здесь уже речь шла о шестом укладе я хочу здесь всех предупредить что он будет не технологическим а мировоззренческим методологическим это первый приоритет обобщенных средств управления а он наиболее адекватно изложен на русском языке и все люди желающие понять куда будет развиваться мир будут скоро изучать русский язык кстати в Европе он стал уже по моему третьим и четвертым языком общения ну запад возмутился но я сказал в течение жизни одного поколения язык международного общения будет русский вот все это имеет отношение к матрице и так Бзижинский побеседовал с нашим товарищем из Перми ему конечно доложили и 16 июня через полгода примерно после моего выступления он выступает в Вашингтоне в центре Уилсона вы можете найти это выступление и говорит о том Россия оказывается не запад но он не сказал не восток и не Китай хотя надо сказать не запад и не восток Россия сама по себе глобальная цивилизация и надо было очень постараться чтобы обидеть Путина когда он низвел ее до некой региональной державы и у нее там есть какая-то своя концепция он не назвал ее Dead Water если бы он сказал то все вы же понимаете Бзежинский это авторитет и у Путин действует в рамках этой концепции и у нас еще будут очень большие проблемы ну в эгрегорах я уже начал говорить вот в самом начале вам что никто не может уйти из эгрегора вопрос в другом быть батарейкой в эгрегорах быть его менеджером либо уметь спокойно входить в эгрегоры и выходить на другое люди курят они попадают в курительные эгрегоры люди квасят пьют они попадают в пьяные эгрегоры те кто привержен всяким ритуалам библейским там иудейским протестантским православным они все библейскими эгрегоры а вот это противостояние матриц вот давайте вместе подумаем то что я сейчас скажу никогда раньше об этом не говорили может кто-то из вас видел передачу с Никитой Михалковым без огон по программе России 24 он сидит там в своем кабинете в одном полный угол икон в другом углу телефоны и он зачитывает аналитическую записку Дугина я на него смотрю и вижу он читает он ничего не понимает но зато восторг о чем записка Дугина о сетевых войнах вот если правильно говорить речь должна идти о матрично эгрегориальном управлении и матричные войны это часть матричные эгрегориальные войны это часть матрично эгрегориального управления но некие особенно продвинутые считающие себя эзотеристами типа Дугин назвали это сетевыми войнами году по-моему в 2007 я выступал в Москве на международной конференции по сетевым войнам я слушал Дугина он час сорок пытался объяснить сидящим в большом зале там были французы турки немцы много было международной конференции что такое сетевые войны час сорок у меня сложилось представление что он и сам не понимает что это такое кто-то ему накапал но Михалков тем более не понимал за такой восторг запад нас разбил благодаря сетевым войнам в общем это есть элемент графоманства по поводу матричной григориального управления поскольку я там был приглашен как эксперт министерства иностранных дел мне Дугин все не давал слова хотя он был у меня дома в 2000 году по его же просьбе мы с ним пробеседовали два часа я понял что он сам зомби самый настоящий зомби а вот кто за ним стоит это совсем другой вопрос так вот можно графоманствовать на тему матричное григориальное управление скрывая существо вот в этих сетевых войнах наконец тогда мне на той конференции а сколько вам я говорю да мне 5-6 минут дадите вот за 6 минут рассказав про 6 приоритетов обобщенных средств управления и показав что все равно есть мировоззрение информация мировоззренческого характера информация хронологического алгоритмического исторического характера информация фактологического технологического характера любые сетевые войны как бы вы их не организовывали вот они эти матричные григориальные войны хотят называть сетевыми ну называйте но без денег без четвертого приоритета вы не сможете их организовать а вот восторг кто видел передачи Михалкову делали с помощью сетевых войн. Что вот там умные, а у нас тут вроде как идиоты. Ну, мне было смешно смотреть, хотя меня просто попросили посмотреть. Ну, а теперь что же на выходе? Матричные григориальные войны идут столько, сколько существует человечество. Но Россия сама по себе отдельная цивилизация. Но она была в русле Библии. И библейский эгрегор в ней доминировал. И матрицы, все которыми пользовались, неплохие матрицы, тем не менее нас побеждали. Поэтому Россия была полем боя. Как только крещение здесь по ритуалу произвели, хотя вы знаете, что история православия у нас очень непростая. Византийское православие, потом староверы, которые себя сжигали, потому что так или так креститься из-за этого. По каким книгам. Ну, что же сейчас произошло? Почему мы так уверенно говорим? Вот теперь матричные григориальные войны, я это заявляю вполне официально, и вы скоро в этом убедитесь, мы в них будем одерживать победы. потому что все матрицы оставались в русле библейской концепции. Концепция общественной безопасности появилась 23 года назад, в 91-м году. Ну что это? Были работы, о которых знали сами авторы и очень небольшая группа людей. Верно ведь? И вот теперь, я всегда говорил и сейчас утверждаю, интернет создан для сторонников концепции общественной безопасности. Хотя имел совершенно другие цели. И вот благодаря тому, что при жизни одного поколения, я уже не говорю, сколько там вот издано, но если в 2000-м году был 1 миллион пользователей интернета, то сейчас уже 80 миллионов. И информация наша распространяется, прежде всего, благодаря интернету. Я не хочу обидеть партийцев, они взялись за распространение, но им не потянуть против интернета, когда я нажатием клавиши отправляю такие толстые книги в 20-30 стран. Кроме того, эта информация распространилась во всех странах мира. Она есть в Канаде, есть в Соединенных Штатах, есть в Китае, есть в Индии, в арабских странах. Я читал лекции в Исламском университете Куала-Лумпура, я читал лекции в Католическом университете города Львовина. Книги расходятся, некоторые из них переведены на английский язык. За это время, сейчас, сформировался эгрегор концепции общественной безопасности и матрицы, соответственно. А в чем особенность концепции общественной безопасности? Ее эгрегора, ее матрицы. Там нельзя лгать. вот я не помню, кто-то из чиновников еще царской России сказал, я не могу понять, он немец по рождению, как такая страна может управляться? Только, наверное, Богом. Слышали это? Это действительно так. Даже Сталин сказал, Бог помогает большевикам. Но альтернативы не было. Вот открыто заявленное с трибуны Международного форума, что в России создана альтернатива библейской концепции, что мы не боремся против глобализации, ибо глобализация и процесс объективнее. Об этом сказал и наш президент Путин. Он не сказал, что мы против глобализации по-библейски. И правильно, это не его задача. Вот после того, как было сделано такое заявление, я сказал, нас не устраивает не сам процесс глобализации, а управление с помощью субъективной библейской концепции. Поэтому в России создана альтернатива. Имейте это в виду. Тем более, прямо сказал, в ЦРО все материалы есть. Это было 16 ноября. А 20 ноября, я уже прилетел в Россию, вдруг я узнаю, Путин утвердил концепцию общественной безопасности. Меня закидали вопросами, а не есть ли это подстава, ни есть ли это никакой подставы. Конечно, те, кто сочинял этот документ, могли бы назвать как-то иначе. Но это кто-то очень умный и правильно сделал. Почему? А заходите в интернет, в Яндекс или в Гугл, набирайте концепции общественной безопасности, вы наткнетесь на 65 наших книг и кучу аналитических записок и видеовыступлений различных наших товарищей. Да, нас пока нет. Ни на телевидении официальном. Нет ни в газетах, ни в журналах. Вот вы помните, как возбуждал эмоции Кургиняна, когда он в своей суть времени в Сванинзе. Он не связал с экранов там раз в неделю, толпы собирались, но я тогда сказал, я его хорошо знаю, Сергей Иванович, уберите завтра его с экранов телевизора, через несколько месяцев даже не вспомню, кто он такой. То же самое Стариков, то же самое Федоров, то же самое Гвоздьков-Девятов, то же самое Дугин. Это всегда один человек. Я лишь только представитель. Нас много. Это теперь понимают. Выступает Виктор Алексеевич Лефимов, выступает Михаил Викторович Величко. И у нас есть еще много-много кто может выступать в некоторых аспектах и получше, чем я. Их время уже подходит. И вот теперь матричные григориальные войны, поддержка будет оказана свыше с точки зрения промысла. Победу одержу я и мои посланники. Бог в Коране. Поэтому все попытки, а ведь посмотрите на то, что происходит сейчас в Украине. Ложь постоянная. Там все основано на лжи. Вот мы ждали пресс-конференции 1 августа. Ну, столетие начала Первой мировой войны. И мы полагаем, что такая пресс-конференция готовилась, где Путин бы все расставил в свои места. Но, как мы узнали, Обаме была передана флешка, которая четко была расписана. Мы знаем все, как вы устраивали теракт на Украине, в Донецке. Мы знаем, как вы в Нью-Йорке. Мы знаем и про подводную лодку Курс. Если вы не прекратите вот эту бесконечную ложь и атаку России с помощью лжи, то наш президент выступит вот на такой пресс-конференции, а у него рейтинг не чета Обамы. Он человек года по Форбису. Ему поверят. И вы смотрите, как тихо стали сдавать. Кэрри вдруг заговорил. Украина должна быть вместе с Россией. И Россия должна помочь Украине. И вы будете свидетелями еще, как Запад начнет поворачиваться к России. Это вот первые штришки победы в этих матрично-игригряйных войнах. Есть еще одна матрица под названием Спящий красавец. Ну, все из вас видели балет Спящий красавица. И либрет этого балета тоже знаете. Когда у одного короля рождается дочка, приходят феи и говорят, вот она будет обладать таким-то, такими хорошими качествами, такими-такими-то. А там еще старуха Карабаса, которая не пригласила на этот праздник дня рождения. Они говорили, вот к 16 годам она вырастет, созреет, будет красавица, будет обладать такими талантами. А она в 16 лет уколется вязальной спице и умрет. Но тут появляются феи-фиалки или феи-весны. Говорят, не умрет, а уснет. А поскольку Карабас всю свою энергию выбросила на эгрегориальном маточном уровне, она уже все. Последнее слово оказалось за феей-весны. Именно в этом году вдруг появляется информация, что в Италии, в каком-то городе уже не помню, в 905 году была девочка очень красивая, которая перед вторым ей два годика не исполнилась, умерла там то ли от воспаления легких, то ли от дифтерии. Отец так и любил, что попросил забальзамировать, мумию сделать. И она была в очень хорошем состоянии вот до последнего времени, как я потом узнал до 2005 года. То есть почти сто лет. Ракурс бальзамирования был такой, что у нее глаза чуть приоткрыты и при изменении освещения он сказал, что она глаза открывает и закрывает. А сообщение вот в 2014 году об этом. Почему я говорю, что у нас есть везде свои люди? Вот для Матриц очень важно эта информация, которая вброшена в интернет, она действительно отражает определенные события или она играет роль некого оповещения. у меня в Милане есть свой человек, я ему тут же написал, да ничего подобного. У этой девочки есть старуха, младшая сестра, которая заявила, что в 2005 году мумия девушки попала в руки врачам, они хотели понять секрет мумифицирования, в общем мумия уже прикончена еще в 2005 году. Это значит информация брошена для чего-то. Вот этой матрицей, мы ее так и назвали спящей красавицей, мы заинтересовались еще лет 30 назад. У нас получалось так, что Россия вот в этом смысле спящая красавица. Там же по алгоритмике должен прийти принц, поцеловать ее и она проснется. И мы определили, что Россия проснется в 2017 году. Потому что ее как красавицу никто не целовал, а в общем насиловали. Но она проснется. И многое говорит о том, что эта матрица вполне реализуется. до для того, чтобы такие матрицы реализовывались, вот вам всем и всем, кто интересуется концепцией общественной безопасности, надо обязательно быть управленческим грамотом. Вот мы сейчас ставим перед руководством страны, дойдет это до президента или нет, такую задачу, что обязательно надо как у нас после революции была ликвидация обычной безграмотности, теперь надо ликвидировать в обществе управленческую безграмотность, то есть надо везде начиная со школьного курса преподавать в упрощенной форме достаточно общей теории управления. если это будет введено, вот у нас была когда-то я учился, был предмет такой логика, преподавали там конституции, вот какую хоть в рамках обеспечения жизнедеятельности ОБЖ, а потом читать в вузах уже, вот читать мы читаем достаточно общей теории управления, но я только один раз читал теорию суперсистемы, а вот достаточно общей теории управления это только подготовка освоения панетийного аппарата, после чего тот, кто его освоил, сам самостоятельно сможет освоить теорию суперсистемы, и он тогда поймет и сам будет знать, как управлять матрицами. Поэтому мы оптимистично смотрим в будущее. Противостояние с Украиной по нашему представлению закончится в этом году, потому что экономика, я уже не раз выступал и говорил об этом, сейчас будет в состоянии пред дефолтом, ни Америка, ни Европа не будут давать деньги украины. 50 миллионов я просто не понимаю их. Я однажды в Харькове выступал, второй раз в Киеве в прошлом году. мне не непонятна психология. Но я уже говорил о том, что особенность Украины, я все равно на этом стою, я повторю это, еще и в том, что там два легитимных президента, об этом стараются не говорить. Янукович кто бы как его не считал, по всем даже западным канонам, он легитимный президент. Ему ни импичмента не было, он не подавал заявления об уходе, он жив-здоров, его не убили, хотя пытались. И он избран действительно большинством от тех, кто имел право голос. А Порошенко там даже то ли 13, то ли 14%. Вот Путин дал оценку Януковичу, но задумайтесь над тем, а для чего наши спецслужбы помогали спасти? Там же за ним была самая настоящая охота. Он с трудом прорывался, там меняли бронированные мерседесы, кортеж оставался он один, там наконец он прорвался в Крым, Севастополь и на корабле был вывезен на Российск. А с ним 300 членов правительства. Там не только прокурор, министр обороны, глава МВД. Вот как ружье, которое в первом акте висит, должно выстрелить. И я думаю, что украинское общество вынуждено, это печально конечно, но пройти обучение на языке жизненных обстоятельств. Как то есть пройдет определенное время, когда все будет очень плохо, газа нет, денег нет, пенсии будет нечем уплачиваться, цены за ЖКХ вырастут там, потому что олигархи, которые руководят, они не остановятся своим хапушцам, они будут давить до последнего, потом сбегут. и тогда до них дойдет. Ну да, вор. Как кто из них не вор. Ну да, очень богатый олигарх, но при нем не стреляли, мирных не убивали, войны не было, он даже не мог отдать приказание о том, Беркут разогнал этот Майдан. Это кстати тоже. Вот я был на площади Тяньаньмэн, там китайцев спросил, а вот откровенно сколько вы тут подавили? Он говорит 10 тысяч. Потом сделал паузу и сказал, зато мы сохранили десятки миллионов. Вот так выглядит эта ситуация. Если бы Янукович разогнал бы этот Майдан, вот все что сейчас было, такого не было. Потому что переворот подготовили конечно американцы. Европе в Украине не нужна там своих безработок. В некоторых странах до 30-50%. Но это какой-то вот угар. Вот они поживут, вдруг вспомнят про Януковича, а поскольку он легитимный президент, призовут, он придет, объявит себя верховным главнокомандующим, является ведь армия реальная, сейчас не воюет на Украине. Нацгвардия это уголовники выпущенные из тюрем и вооруженный плюс частные военные компании. Если он войдет, например, через Ростов на Харьков и прикажет подчиниться всем вооруженным силам арестовать все правительства, всех этих тягнебоков, Порошенков и прочих яйценюков, вот, если они не сбегут к этому. И тогда будет суд. И наступит момент истины. Вот на этом я хочу закончить. перерывы. Ну как, вопросы прямо или потом? Ну если так, давайте делаем перерыв. Хотя я, честно говоря, настроен побеседовать до конца. Вот удивительно, я в вашей аудитории не устал. А это говорит о том, что аудитория играет огромную роль. Вот мне много раз предлагали начитать тот курс, который Петров. Я говорю, нет, я не умею говорить в глазок пустой. Мне обязательно нужна аудитория. Потому что я устанавливаю некую связь. И аудитория либо из говорящего сосет, либо она помогает своей энергетике. Вот вы помогали. Материал трудный, я старался как можно проще донести и понятнее. Давайте тогда вопросы. Сказать про Беларусь, возможно, какие-то матрицы, которые связаны с Беларусью, или Наталью. Значит, вот то, что произошло на Украине, напугало все национальные элиты. У вас тоже есть своя национальная элита. Все национальные элиты рано или поздно приходят к фашизму. И украинская элита это доказала. Понятно, да? Дальше говорить не буду. Поэтому Александр Егорьевич повел очень себя странно. он поддержал Порошенко. Ну, и много еще странного. Я перед тем, как лететь к вам на передаче Концептуал, не знаю его фамилию, послушал очень интересную передачу, где он анализирует вашего президента как хорошего актера. Так, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, ситуация в операх, потому что они тоже подтопили и почувствовали, что такое американцы, вы говорите, Украина осознает этот факт, что произошло там, они не осознали этого факта. И что сейчас там происходит, и вот еще Израиль начинает нагнетать свою матрицу не забывайте, что Коран это тоже концепция, но она открыто не противостоит Библии. Единственное в чем она ну, там многое есть, но там обвинения носителей, увы, ну, обвиняют больше носителей Торы, но там нет противостояния открытого в Библии. Поэтому все, что произошло в странах Ближнего Востока, Египта, нам это хорошо известно, известно, более того, В 11-м году, ну, я впервые был в Египте в 98-м году, я читал там лекции в университете на историческом факультете, а вот в 11-м году прибыли из Египта три человека и попросили помощи, но они пригласили меня непосредственно в Египет, я заставил их читать последний гамбит, поскольку он на английском языке, они сказали, что Америка нас 10 лет обманывала, давала, как бы, миллиард долларов, на этот миллиард нам поставляли какие-то старые очень самолеты, потом делали мастерские на эти же деньги, ремонтируем, ничего не видели. Мы считаем, что наиболее правильно развивался Египет во время Агамаль Абдельнасира. И поскольку там власть принадлежит военным генералам, то оттуда прибыл генерал, он летчик, вот, ну и хотел сразу же познакомить меня с маршалом Ас-Сиси, которого они прочили в новую президенту. На что я им сказал, вот, я этому генералу сказал, ты хорошо знаешь английский, читай, изучай и доведи до этого до маршала, потому что если я приеду и начну эту информацию давать, то окружение вашего маршала воспримет меня как информационное чудное вторжение. А вот если ты поймешь, и это станет твоим, как это моим, и донесешь, ну тогда это другой разговор, тогда мы сможем оказать уже реальную помощь. Ну и дальше вот весь тринадцатый год шла подготовка, смешно, конечно, говорить, я сидел на даче, мне без конца, там они дважды прилетали в Санкт-Петербург, там встречались, вот, а что делать дальше? Ну, я говорил, выводите чрезвычайно положение, арестуйте этого Мурси с братьев мусульман, посадите его, вот, но они все так и делают, и, ну я вижу, дальше дело заходит уже, а я еще там большие письма присылали, они через гугл на английский, а я потом через гугл на русский, в общем, все, дальше зашло уже это дело далеко, я там, у меня есть в Москве люди, я говорю, слушайте, давайте в посольстве подключите, торгпредство, ну подключили, там, они пришли с каким-то планом, глава торгпредства, там армянин, по имени Арвуд, кстати, это тоже в Иране посол армянин, то есть там азербайджанцы бы надо так, они приходят, он приходит к ним, говорит, ну вот, это бы, это надо сделать, а вы не согласовали это с Владимиром Михайловичем, кто такой Владимир Михайлович, то есть вот такие почти смешные шутки, но меня не поздравили с успешными выборами, а в общем-то иногда говоришь ведь как-то шутку, вот с Китаем-то давно, меня готовили встречи там уже давно, когда я во Вьетнам летал, встречался с президентом, беседовал, а женщина там миллионер, которая приглашала, она сказала, что я с дочерью того главы Китая, подруга, давайте вот прям хоть, я вас прям приведу к председателю как у них там КНР, нет, так нельзя, и вот, вот там уже был свой Ельцин, Босилай, по-моему, его, вот, мы посмотрим, кто придет после, вот если клан, а мы изучаем, какие кланы, если придет клан, Си, Дзепина, Си по-испански да, это равносильно тому, что нам скажут да, а потом мы дождемся, когда Египет, фактически, ну, самая большая страна по национальности, когда Египет скажет дважды да-да, Си-Си, вот тогда мы начнем действовать, ну, наполовину в шутку, но пришел Си-Дзепин, сразу же я поехал туда, вот, произошло то, что произошло, поэтому они, вот эти страны, в исламских странах будет Египет разруливать, поскольку, ну, как мне сказали, там, и маршал это изучает, ну, даже по последним, как мне сообщили, они посла там американского так шугнули, там, приехал Келли, по-моему, так они заставили пройти полностью обыск, карманы все вывернуть, все, как вот, ну, как рядового, то есть, они с ним очень жестко уже, они говорят, мы хотим восстановить отношения с Россией на уровне, которые были во вина Гамале Абдель Нассера, но, есть одно но, в 2003 году я был в Арабских Эмиратах, тогда готовилась война, я встречался там с шейхами, и главный шейх, миллиардер, там решалась одна очень серьезная операция, спрашивает меня, ну, так будет война с Америкой, Ирака, я говорю, а вы способны объединиться, он говорит, нет, арабы не могут объединиться, я говорю, почему, слишком любят деньги, вот, действительно, это проблема, я мог бы многое рассказать, потому что, ну, просто рано, матрица, это ведь надо какую-то информацию сгружать, а какую-то немножко подождать, но могу только сказать, что с месяца где-то назад в Москву приехали представители многих арабских стран, это нам знак того, что видимо, действительно доллару приходит конец, с чем они приехали, они хотят спасти свои активы, и обратились к людям очень серьезно, те к нам обратились, я спрашиваю, я вел с ним беседу, а ваши активы в какой валюте, в долларах, да, ну, как вы хотите спасать, какую валюту вы будете переводить, в юань, в рубли, в тугорики монгольские, или в еврике, ну, и опять, вот, на английском языке тезисы по макроэкономике, они очень дремучие по части кредитно-финансовой системы, и в Ираке, то, что сейчас вот те, кто воюет, там, наши немножко помогают, они тоже дремучие, с иракцами у меня еще с прошлого столетия беседы, поэтому мы, конечно, оказываем влияние, но мы будем оказывать влияние через те арабские страны, которые понимают концепцию. вот так. Так, еще вопрос. Секунду, секунду с вопросами, значит, тем как вопрос задать, возьмите управлением где-то кончик и говорите, чтобы потом вас на видео было слышно. У меня зовут Дмитрий, как бы, три вопроса в одном. Первый вопрос касается о будущих выборах в Петербурге, да, то есть, по всем показателям, став тоже на значение и пусть, что в Питере будет кто-то готовиться. Это вот первый вопрос. И готов ли Питер сами люди противодействовать тому, что предоставил, например, по матрице украинской. Второй вопрос, это 15-й год в нашей стране. То есть, мы понимаем, я сам критически отношусь к тому, что в этом году Украина все-таки закончится и предполагаю, что в Украине вся эта грязь, она вся пойдет нам. Дестабилизация по-любому будет. Да некоторые говорят не только к вам, но и к вам. Да, 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 это понятно. Это все идет в другую сторону. То же самое моя точка зрения, что вот эта вот вся арабская дуга полыкающая, в 18-м году, И третий вопрос, вот самый основной. Вы говорите, как бы от России сейчас отойдут, да? Не полоснет ли Тихоокеанский регион Китай? Значит, отвечу сразу по Петербургу. Никакого Майдана, которым угрожают, в Питере не будет. Выборы будут обычные, выборы будут альтернативы у Полтавченко нет. Те две-три альтернативные фигуры, которые я знаю, у них и ресурса никакого нет. И ничего не будет. Пытались там три-четыре либерала устроить из покрышек Майдан, но их тут же милиция взяла, и надо действовать жестко, решительно. Когда я вам говорил о матрице спящей красавицы, вот Валерия Новодворская в нашей среде называлась Старуха Карабос. Вот она умерла как раз. И мы поняли, что действительно к семнадцатому году матрица спящей красавицы реализуется, Россия окончательно проснется, но все должны в этом принимать участие. Теперь пойдет ли арабская дуга сюда, придет ли Майдан там к вам, а это от вас зависит. Вот я когда был в прошлом году в Киеве по приглашению Медведчука, я уже видел в Киеве, я говорю, а вот эти нацики, вы как? Ой, да это ерунда, я говорю, ну вам это ерунда еще. И Медведчуку об этом говорил, все зависит от общества. И у меня есть и в Донецке, и в Луганске, те, которые меня там спрашивали, я говорю, а что вы как зрители сидели и смотрели? Почему? Ну ладно, Янукович не мог. Сели на автобусы, собрались бы, и разогнали бы этот, вы же там шахтеры. Да нет, мы хотели там, ну это опять вопрос, о котором я говорил, вопрос более политической. Желание-то у меня есть, вот как его реализовать. Поэтому нет у нас никакого пессимизма, и мы считаем, что Запад и сам используя вот эту арабскую весну, вот смотрите, появился термин русская весна, да? Крым присоединился, а ведь по матрице спящая красавица все завершила фея весны, вот исходить из этого. Так, еще вопрос, а потом еще есть, есть предсказания в отношении кредитно-финансовой системы, антикорранической можно готовить пару вопросов по фото-матрице, во-первых, как они взаимодействуют между собой, ну, в принципе, давайте, может быть, отдельно, вот, что более глубоко взаимодействует, арабская, вот, концепция, ну, не арабская, а антикорраническая, антикорраническая, да, ну, у нас есть записка аналитическая долговременная стратегия вот антикорранической концепции, то есть, Запад, я не буду пересказывать, это долго, но начиная с 2006 года я общался с представителем Ирана, и говорил ему, если ты не донесешь до Ахмедежа, до президента, до СВВТ, ту информацию, которую я даю, то все, что будет происходить, там продумано очень жестко, так если кратко, вначале накачать исламскими арабами Европу, потом они поднимут восстание, его поддержат в исламских странах, потом всех разгромить и обложить, как вот евреи обложили Германию, и те будут выплачивать до конца, вот суть долговременной антикорранической стратегии, я в 10-м году беседовал в Брюсселе с представителем института ист-вест восток-запад и ему выложил ее, ее читали, да, что-то вроде похожее, ну, а когда матрица известна, разложена, если там все основно на лжи, она сдувается, она, то есть, если общество осознает ложь, ведь матрицы, как и Грегоры, подкачивается энергией, психической энергией, ее можно подкачать, а можно сдуть, ведь в Египте все, что происходило, когда Мубарка там же молодежь вся вышла, они же все пользовались вот этим мобильниками там, то же самое и в Тунисе, то же самое и в Ливии, матрицы взаимодействуют и противостоят друг другу в зависимости от энергетической подпитки, а в чем она отключается, если я знаю правду, реальность, что я пойду на площадь митинговать, как вот эти белоленты, что ли, верно? Так же и вы все, вам чем-то угрожают, если вы понимаете все это, то зачем вам ходить туда, элиты могут что-то ваше национальное замыслить, потому что не все благополучно в белорусском королевстве, есть оппозиция, с оппозицией тоже надо уметь правильно работать, ну вот так примерно, еще вопросы? да, еще один вопрос вот по поводу последнего гамбита, там было сказано, что атланты общались с помощью образа, вот, и там была помощная техника, они не могут предвидеть какие-то вещи, то есть, если они будут общаться, думать о формате образа, то есть, как они тогда создавали матрицы в таком формате? с помощью образа, вот, мы же общаемся в лексике, есть, я упрощенно, вот, бывает, что когда люди долго живут вместе, им не надо долго рассказывать, вот, мы с твоей женой живем 52 года вместе, и нам некоторые вещи не надо обсуждать, посмотрел, кивнул, а, да, помните анекдот финский, а раньше так не было, когда он был немой, оказывается, он не немой, просто всегда солили, а тут не досолили, вот он и сказал, поэтому мне тут вчера прислали только вот, вот, там, какой-то сайт, там, работы глобального предиктора, какие работы глобального предиктора? Глобальный предиктор ничего не пишет, он по цепочке передает, а пишут вот эти сценаристы, вы что думаете, это планета обезьян глобальный предиктор, что ли, создал? Даже такие шестерки, как Киссинджер, они только шестерки этого глобального предиктора, и глобальный предиктор, это не Ротшильды, это и не Хаммера какие-то там, они все, это все-таки четвертый, только финансовый, четвертый паритет, они работают на первом паритете, на мировоззренческом, и проблема, ведь проблема выйти на них, вот этот глазок, это их клеймо, они косят под Бога, они все делают так, чтобы, почему на всех церквах этот глазок, все под контролем, к ним войти, но и они не могут войти в общество, они не могут войти в общество, они закрыты, один раз вышел, ну, в 98-м году мне устроили поездку по Швейцарии, вот многие не понимают, ну, в Москве были люди, которые догадывались, а может вот этот, может вот этот, я каждый раз говорю, даже близко, а мы объездили почти всю Швейцарию, ну, был там Лихтенштейн один, о нем в Гамбите написано, когда я задал вопрос, почему на вашем телевидении, он такой примитивный, ответ был, у вас собака есть, если вы, что, демонстрируете перед ней свой интеллект, а зачем, ну, так же мы, но все равно это никакое отношение к глобальным предикторам, так что вот так. Еще такой небольшой вопрос, вот по поводу, вот, вот, трогали вопрос дьявола, то есть, как это субъект, который все-таки не выграбер, а именно какое-то явление, объект. Дьявол, что ли? Дьявол мы сами создаем. Ну, вот, своими мыслеформами мы создаем, страхом, страх, это мощнейшее оружие управления. А он имеет какой-то вот насильный? Василий Осипович Ключевский сказал, церковь порождает только чертей наши. Еще он сказал, что на Западе церковь без Бога, а в России Бог без церкви, потому что наша церковь народила кучу всяких нечисти. Какие? Это что, реальные? Вот потрогайте. Кто видел этого дьявола? Ну, напьется, говорит, да чертик, вот он видит дьявола. Ну, да, это уже, это некая эгрегориальная сущность. Так, еще вопрос. По поводу Боинга, все-таки, Малайзия два раза засветилась очень по маленькому промежутке. С первым непонятно, с вторым тоже много загадок. Ну, есть версия, что это и есть тот Боинг, который пропал 8 марта этого года. Сейчас ничего утверждать нельзя. Это может быть и военно-транспортный самолет, а может быть они перегнали тот Боинг в Голландию и оттуда. У меня есть сведения, что тот рейс, который, под который уже 2,5 минуты разницы, вылетели. Хотя, как проверить? Он благополучно прилетел в Куалумпур. Понимаете, сейчас, имея интернет, спецслужбы могут устроить что угодно, какую угодно провокацию, мистификацию. И докопаться до сущести. Я думаю, что если действительно такую флешку из администрации президента передали в администрацию Обамы, и сам Обама тоже ничего не решает. Те посмотрели, прикинули, да, а если действительно эти русские подготовят такое жесткое выступление, при том рейтинге в мировом, в Америке Путин очень популярен. там многие говорят, мы хотели бы, чтобы у нас такой же был президент. Я дважды встречался во время отдыха с английскими летчиками, с авианосцем, и ну, так не говорил, что я офицер-подводник, и он не говорил, а потом кто по профессии инженер, ну, я инженер. Потом, когда он говорит, да я вот, да еще показал мне свой самолет на верносце, где он там, ну, тогда я подводник. Вот. Нюклео субмарин. Ну, дальше вопросы по Курску кто утопил, ну, а потом вот вопрос, а кто у вас хуй из мистер Путин? Я говорю, он и сам не знает. Вам повезло, у вас президент у меня у нас Блэр дурак. Так что, вот так выглядит сейчас эта ситуация. Еще с этим, то есть, в Америке, ну, в России как-то вы описали ситуацию, что намечается позитивный такой путь, а Америка, Запад, то есть, что им делать? Придется, и вообще, где у них сценарий, и перспективы? Подключаться к позитивному пути, но у нас-то нашу элиту не образунуть. Наша элита тупа и необучаема. Когда меня новый посол Малайзии, с которым я с прежним я нормально общался, а новый абхазский еврей, вот, когда заговорили об идеологии, он говорит, да нет никакой идеологии, как это нет? А выгодно продая, разве не идеология? А он мне говорит, вы что намекаете, что я купил эту должность? Я этого не говорил. Я этого не говорил. Поэтому с нашей элитой бы разобраться, а уж там, просто там проблемы есть больше, чем у нас. Объясню в чем. Вот если американцам выдать всю правду про убийство Кеннеди, про 11 сентября 2001 года, про то, как их лодки не специально утопили наш Курск, еще много чего, там может быть взрыв. Они же уверены, что им говорят правду, им не лгут их. Если американскому обывателю показать, что их все время обманывали, то есть какая-то часть, конечно, все это знает, но пока масса американская, то есть те, кто живут хорошо, и кто закачаны баблом, у них нет даже желания во все это вникать. Но можно всю пирамиду обрушить разом. Поэтому они будут держаться, конечно, до последнего. А если еще доллар рухнет, что сделал Путин? Ведь в Бразилии то, что произошло страны Брикс, а теперь не пять, а уже красавица президента Аргентины, какие сразу по отношению к ней санкции? Она там влюбленными глазами смотрела на Путина и вообще там от него не отходила. Как ты смеешь? Он же враг. Все, теперь Аргентине чуть ли не дефолт, требующий полтора миллиарда она долги выпутила, хотя он 15 миллиардов долгого в Украине и никакого дефолта. То есть мир единый целостен, все в нем причины следственного условия. Надо знать причины грамотно на них давить действовать если мы все этому научимся вот зачем мы здесь собрались вы зачем собрались чтобы освоить некую новую информацию верно а зачем чтобы пользоваться при жизни если эта информация будет освоена а сейчас нет проблем в интернете же все есть все есть можно в виде в виде лекции но я все хотя лекции я читаю я сторонник того чтобы человек сам читал книжки почему когда человек читает тоже достаточно общей проблем но я доношу но это мои образы я это понял еще когда учился в суворовском училище изучали войну и мир а потом я посмотрел хороший фильм войну и мир нашего знаменитого кинорежиссера но вдруг я понял у меня и Наташа Ростова другая и Балконский другой Андрей и Пьер Безухов совсем другие если изучать по кино вы лишаете себя своих собственных образов так же и с научной литературой когда вы читаете что-то вы эти образы рождаете а это уже ваши это новые стереотипы и поэтому когда Константин Петрович звонил мне и говорит о а он звонил много вот там 600 человек все аплодировали там все уря уря а что потом разошлись по домам и занялись своими делами вот какая бы аудитория ни была я могу дать только толчок а уж новые знания принять это труд большой труд чтение большой труд у меня внучка я там вижу она тоже любит и мультики все я говорю это каша а вот это труд почитай эту книжку вот хочу одно сказать читайте Пушкин Пушкин на бессознательных уровнях психики приносит такое что ни одна литература в мире еще подобного не сделает читайте Пиковые дамы концовку помните Герман сидит в какой в 17 камере и произносит в Абуховской больнице я живу на проспекте Абуховской обороны тройка в моем доме отель Абухов в моем доме просто одно крыло отель Абухов Герман сидит в 17 камере повторяет тройка семерка туз вот если числовая мера библейская семерка семисвечник не туз то числовая мера концепции общественной безопасности тройка материя информация мира и я очень часто чтобы привести психку в равнодействие бывает тоже так же я же тоже человек вот в прошлом году я был в Париже там произошли некоторые события я пошел к собору Парижской Богоматери там толпы сел на скамеечки и прочитал все 54 октавы ну не слуха про себя конечно вот я не знаю но очень колоссальные воздействия оказывают и вот я смотрю я иногда просто полоктавы или октавы читаю смотрю как человек реагирует я могу с любого места начать читать и вот за завтраком как-то внучки начинают читать говорю она внимательно слушает я ей прочитал целых 30 октав и она слушала очень внимательно я понимаю что я загрузил в ее бессознательную очень серьезную информацию дело в том что поэт Брюсов изучая поэзию всех поэтов мира пришел к выводу что двое только поэтов римский поэт а видим наш Пушкин абсолютной гармонии что это значит смотрите в 22 октаве Пушкин пишет на силу тарифмач я безрассудный отделался от всей октавы трудной заканчивается 22 октавы предисловия о чем он говорит безрассудный что он не сумасшедший а что ему информация приходит в образах это ответ вам на вопрос по Атлантиде а он эти образы облекает в стих да еще в какой необыкновенной гармонии поэтому вот у кого малые дети плохо засыпают капризничают берите что угодно хоть Евгений а не что домик колонии конечно ребенок годовал ничего не понимает но гармонию стиха ритмик он воспринимает и он успокаивается а параллельно сгружается в его бессознательно очень серьезную информацию самый светлый поэт в мире Пушкин еще вопрос подождите подождите я хочу вопрос задать тема поэтов есть ли вообще связь между тремя русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным Сергеем Есениным и Николаем Рудцовым потому что а почему про Лермонтов не спрашивайте я просто хотел вот эту связь понять потому что она у меня сейчас на данный момент еще очень сильная есть связь есть и выбирать настолько что поддерживает большая драйна какой-то есть связь я даже добавить участвовать такая они все хорошие ученики Пушкина и только ну там мне вот казалось будто бы они не просили помощи ну естественно не просят помощи я живу теперь не там но верную мечтой люблю летать в Коломну по Крову и в воскресенье там слушать не православное не католическое не протестантское а русское богослужение это о чем он говорит ведь вот говори Ленин живее всех живых Пушкин живее всех живых вот мне очень много задают вопрос а почему вот если он там и Бог поддерживал я отвечаю кратко а вы можете представить Пушкина 70-летним все там много всяких обстоятельств дуэли я мог бы рассказать но это главное он должен был остаться в зрелом возрасте вот таким молодым и живым если вы слушали мой рассказ по поводу стихотворения пророк когда я не мог читать пророка очень же трудно предсказать что я испытывал 14 лет но одно меня как труп к пустыне я лежал Пушкин и труп у меня это но не это затормозило мою речевую функцию я тут в январе меня попросили выступить перед суворовцами ленинградского училища и мне подобрали аудиторию 14-15 лет я с удовольствием пошел почему люди сидят в такой же форме в моем возрасте увидеть себя в них и посмотреть а как они будут это воспринимать я был поражен как они слушали какие вопросы они задавали потому что мне хотелось передать то что я испытал сам 14 лет вот им 14 лет так еще вопрос есть вопрос подождите у меня был вопрос касаемо Пушкина есть произведение такое сказка о золотом петушке подскажите пожалуйста второй смысловой ряд этой сказки есть и если есть то какой сказки этой сказкой я занимался лет 20 назад у меня есть такие тетрадечки они было больше 40 полоски там есть расписан потом потом как-то я поехал в Финляндию и папа с двумя сыновьями я с ними прокрутил это конечно вот эта сказка еще сказка о мертвой царевне семи богатырях имеет прямое отношение к библейской концепции но вот так пять минут рассказать это долго но есть есть не все понимаете второй смысловой ряд тогда есть смысл рассказывать когда все как вот мозаики все сходятся что туда уже не лезем бритвами а там не все стыкуется единственные вот сказки о мертвой царевне я специально в Болдина ездил на семи богатырях там ведущая была у Пушкина есть когда он писал эту сказку картинка там же есть персонаж собака кто помнит как ее зовут а как не слышал соколка правильно так вот эта собака чистой пушки какая там главная интрига помните когда чернавка пришла и ей царевна бросила кусок хлеба она ей яблоко оно казалось отравленным соколка соколка то есть Пушкин изобразил себя в виде этой собаки что такое Библия грех яблоко надкушенное он показал тем самым что он пожертвовал своей жизнью чтобы открыть людям вредноносность ядовитость библиотеки концепции все спасибо спасибо вам большое что вы приехали приветствую вас вопрос такой вот неизбежно континентальная интеграция то есть рано или поздно будет синтез востока и запада прокомментируйте что что не понял я вопрос прокомментируйте пожалуйста ну я не знаю сколько континентальная интеграция я могу сказать только наше видение мы считаем рано или поздно рано или поздно вот это чужде грегор врывается и вот ее не убести же конечно сторонние сейчас Норвегия сталкивается они выходят даже на государственный уровень там много патриантов из России нет я сейчас отвечу мы считаем что рано или поздно земном шаре установится единая цивилизация но как английский поэт написал восток есть восток запад есть запад им никогда не сойтись ведь Россию никогда не воспринимают в качестве отдельной цивилизации но у России есть миссия вот эта миссия объединить все человечество в единую цивилизацию но без концепции это невозможно сделать поэтому объединение начинается с того времени как в России появилась концепция альтернативной Библии с этого началась интеграция называть ее континентальной или глобальной но процесс уже идет потому что вот наверное вы слышали когда я был это был в Пекине я поехал еще с одной целью найти автора мультика вперед товарищи женщины пожилые и пьяные что это ладно давайте тогда так прервемся Грегор успокоится я потом еще спасибо 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 Продолжение следует...